МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня проект «Отдохни» приглашает вас в центр Башкирского заурали, Абзелиновский район республики. От Уфы до райцентра Аскарова 334 километра. От Магнитогорска 40. Также на территории района находится международный аэропорт Магнитогорск. Приехав в Абзелиновский район, причем в любое время года, вы никогда не пожалеете о своем путешествии, потому что здесь всегда можно найти занятия по душе. Летом насладиться пляжным отдыхом, зимой катанием на горных лыжах, весной сплавами по горным рекам. При этом каждый уголок здешних мест авиан легендами. Это озеро Ектыкуль. В переводе с башкирского – светлое озеро, но чаще его называют банным. Именно здесь, по преданию, останавливался отряд Емельяна Пугачева, чтобы помыться в бане. Это самое глубокое и чистое озеро Башкири. Туристы едут сюда со всей России. Кроме купания, банное – идеальное место для рыбалки. Здесь можно выудить щуку, окуня, пелить. При этом, как уверяют рыбаки, сделать это несложно, так как рыба неприхотливая и клюет практически на все. Вообще на территории Абзелиновского района более 30 озер, и 16 из них можно увидеть, забравшись на гору Караул-Таш. Слово «караул» говорит само за себя. Дело в том, что недалеко отсюда когда-то проходила граница с казахскими племенами, и башкирам приходилось быть начеку. В случае, скажем так, набегов, когда они все это видели, здесь они сжигали костер, и все это по окрестностям было видно, и люди принимали его как сигнал, как тревогу. Сейчас здесь случаются набеги иного рода. Зимой этот склон атакуют многочисленные горнолыжники, а летом мото- и велогонщики. Трое тольяттинцев преодолели 800 километров, чтобы скатиться с Караул-Таша на горных байках. Здесь привлекает то, что здесь именно такой подъем, потому что с велосипедами не везде такие трассы. А так, конечно, в море впечатлений, большой опыт, огромный просто. Хорошая природа, есть на что посмотреть и поучиться. Природа в этих краях действительно удивительная. К примеру, в деревне Кужаново можно увидеть уникальные лиственницы, на которых гроздьями висят туристы, просящие исполнить их желание. Ученые полагают, что причина необычной формы местных лиственниц – мутация. Обычно у лиственницы один прямой ствол. Эти же – ветвистые, как дубы. Всего их 11 штук. Сколько им лет, как они здесь появились – большая загадка. Одна из легенд гласит, что их вокруг своей юрты посадил богатый бей, чтобы они охраняли дом. Но что интересно, попытки размножить эти деревья никак не могут увенчаться успехом. А вот еще одно уникальное дерево, которое находится в селе Бурангулова. Этой лиственнице более 800 лет. Представляется ровесница Москвы. Макушка пострадала от молнии, но и сейчас высота этого дерева достигает 30 метров. Побывав в Бурангулов, в гостях у старой лиственницы, не забудьте заглянуть в мастерскую местной искусницы Зульфиры Махияновой. Под ее руководством я попыталась постичь азы мокрого валяния. Чтобы скатать ковер размером 1,5 на 2 метра, понадобится около 5 килограммов шерсти. У всех силы не одинаковые, у всех разные, поэтому проблема катания. Мы местами меняемся несколько раз. И несколько равномерно получилось. Таким макаром надо откатать 4 часа, не переставая. И это на ковер без рисунка. А если затеять орнамент, то понадобится около двух недель. Наши работы находятся во Франции, в Америке, в Германии. И вот из Франции, когда приезжали, вот они у нас шапки покупали, жилеты. Ну, все можно сделать из шерсти. Она как пластилин, все можно свалять. Только лишь бы желание было. По поверьям башкир, изделие из шерсти, сделанное руками хозяйки, обязательно должно быть в доме. Оно приносит удачу. Экскурсия по Обзелиловскому району будет неполной без посещения кумысной фермы. Кумыс тут любят все без исключения, а получают его от кобылок башкирской породы, чистоту которой местным жителям удалось сохранить. Особенность лошадей башкирской породы в том, что они неприхотливы. Даже зимой, когда вокруг сугробы, они копытом разгребают снег и из-под него находят себе еду. Из-за такой неприхотливости лошадок сейчас разводят многие. Они здесь, как священные коровы в Индии, ходят повсюду. Но возиться с производством кумыса отваживаются единицы, продукты скоропортящиеся. Да и доить кобылок приходится пять раз в день. Для желающих отправиться в путешествие по Обзелиловскому району отметим, что тут легко можно найти место для ночлега. Сутки для семьи из трех человек в уютном мини-отеле обойдутся в 2000 рублей. Снять коттеджи с друзьями можно за 10-15 тысяч в сутки. Правда, о новогодних каникулах нужно позаботиться заранее, еще летом, так как в празднике все коттеджи уже забронированы. Средний чек в местном ресторанчике на одну персону колеблется в районе 1000 рублей. Здесь с удовольствием приготовят рыбу, выловленную вами же на местных озерах или сварят раков. Так что, посетив Башкирию, вы найдете здесь все, чтобы насладиться так и редко выпадающими современному человеку минутами отдыха. Эльвира Ибрагимова, Белату Разметов, Комсомольская правда, УФА.